Анализ крови на андростиндиол-глюкуронид Андростиндиол-глюкуронид АК Связанная форма трех альфа-андростиндиона Продукта распада дегидротестостерона ДГТ Образуется в коже, сальных железах, печени Производство основано на процессе глюкуронирования Конъюгации метаболитов-андрогенов-судов-глюкуроновой кислотой Благодаря связыванию продукта обмена мужских половых гормонов АК активируется, легче выводится через почки АК не обладает заметным гормональным действием Но его сывороточная концентрация отражает уровень альфа-редоктазы Фермента превращающего Тестостерон в дегидротестостерон Последнее усиливает чувствительность кожи к мужским половым гормонам Что проявляется активным ростом волос на лице, груди, верхней Части живота, нижней части спины Андростиндиол-глюкуронид Конъюгированный метаболит мужского полового гормона дегидротестостерона Отражает активность периферического обмена андрогенов Его исследование назначается для диагностики и контроля лечения герсутизма Анализ показан пациенткам с синдромом поликистозных яичников, гиперплазией коры надпочечников при оволосении тела, лица по мужскому типу Результат позволяет дифференцировать гормональное нарушение, отслеживать прогресс на фоне терапии Биоматериалом является сыворотка венозной крови, методом тестирования, иммуноанализ Нормальные показатели у женщин репродуктивного возраста 0,51-4,3 нанограмма ма у мужчин 1,53-14,82 нанограмма младшего Срок исполнения составляет 4-6 суток Показание андростиндиол-глюкуранит определяется для оценки особенностей метаболизма андрогенных гормонов в коже Тест выполняется для диагностики герсутизма оволосения по мужскому типу У женщин от образуется из гормонов, вырабатываемых корой надпочечников Их избыточная секреция может быть спровоцирована гиперплазией или опухолью коры надпочечников, синдромом оценка Кушинга, акромегалией С тромальным гипертикозом, опухолями, кистами яичников, ожирением Показания к проведению теста Симптомы герсутизма Основное проявление – рост волос над верхней губой, на подбородке, груди, животе Цель проведения теста – диагностика заболевания, дифференциация его причин Исследование особенно показано, когда симптомы развиваются на фоне нормальных значений тестостерона, общего, свободного, ДГТ Герсутизм Пациенткам с установленным диагнозом анализ выполняется после курса лечения Позволяет оценить эффективность применяемых препаратов Патологии яичников, надпочечников Тест является частью комплексного исследования гормонального фона Дает возможность своевременно выявлять избыточную продукцию андрогенов Корректировать ее медикаментозно Назначается с определением андростендиона, дигидроэпиандростерон, сульфата, дигидротестостерона, 17-гидроксипрогестерона, тестостерона, свободного и общего ЛГСГ Подготовка к анализу биоматериалом является венозная кровь Оптимальное время выполнения забора Утро Подготовка включает ряд ограничений Перерыв после последнего приема Пищи должен составлять 8-14 часов Разрешено пить негазированную воду без добавок За сутки до процедуры нужно отменить интенсивные физические нагрузки Избегать психоэмоционального напряжения Исключить из рациона алкоголь За час до сдачи биоматериала нельзя курить Рекомендуется отказаться от физической активности Провести время в спокойной обстановке, сидя За две недели до теста необходимо сообщить врачу об используемых лекарственных средствах Прием препаратов будет временно отменен Либо учтен при интерпретации итоговых данных Инструментальные диагностические манипуляции Сеансы физиотерапии следует выполнять после сдачи крови Кровь забирается методом вине пункции Хранится, транспортируется в герметичных пробирках Андростиндиол глюкуранит определяется иммуноферментным анализом Сроки подготовки итоговых данных составляют 4-6 суток Нормальные значения референсные значения валидированы для пациентов старше 14 лет Они определяются полом, менопаузальным статусом Нормальный уровень метаболита у мужчин составляет 1,53-14,82 нанограмма У женщин репродуктивный период 0,51-4,3 нанограмма Младшего Применопауза 0,22-4,64 нанограмма Младшего Пастменопауза 0,61-3,71 нанограмма Физиологические колебания концентрации аккоррелируют с суточными изменениями синтеза гормонов Максимум определяется утром, минимум ночью Также существуют месячные колебания, связанные с фазами менструального цикла Наиболее высокие значения характерны для овуляторного периода Повышение показателя Андростиндиол глюкуранит увеличивается при повышении периферической активности Трестостерона и дегидратистостерона кожи Отклонение результата теста в большую сторону имеет диагностическую значимость При обследовании женщины выявляет и диапатический герсутизм Состояние характеризуется повышением биологического действия дегидратистостерона При сохранении его нормальной сывороточной концентрации Причину нарушения установить не удается Заболевание яичников, надпочечников Повышение уровня АК, сочетающиеся с повышением концентрации тестостерона ДГТ определяется при врожденной гиперплазии опухолях надпочечников СПКИ, синдроме иценко-кушинга, акромегалии, стромальном гипертикозе, новообразованиях яичников Ожирение АКНИ, лишний вес, ухудшение состояния кожи, угри Симптомы гормонального дисбаланса, характеризующиеся повышением тестостерона ДГТ и их метаболитов Причинами являются эндокринные патологии Заболевания центральной нервной системы Осложненные инфекции Снижение показателей понижения концентрации Акосвенно отражает недостаточный синтез Уменьшение биологического действия андрогенов Снижение показателя значимо в следующих случаях гипоандрогения У мужчин отклонение значения теста в меньшую сторону рассматривается как признак патологий, связанных со снижением полов гормонов Например псевдогермофродитизма Эффективное лечение У женщин уменьшение количества АКП при изначально повышенных показателях определяется после курса терапии Уровень конъюгированного метаболита снижается на фоне приема глюкокортикоидов Дексаметазона пероральных контрацептивов Флутамида Фенастерита Цепротирона Ацетата Лечение и отклонение от нормы Андростиндиол глюкуранит рассматривается как маркер повышенной активности андрогенов на уровне кожи Гормональное нарушение проявляется герсутизмом Исследование используется для его диагностики контроля терапии Результат особенно значим при диапатической форме заболевания, когда волосение по мужскому типу сочетается с нормальным количеством Сывороточного тестостерона, ДГТ, стабильным менструальным циклом За интерпретацией итогового показателя, составлением плана лечения необходимо обратиться к эндокринологу, гинекологу или дерматологу Точка